С самого утра вся Одесса застыла в пробках. Причина этому – ремонт на Канатной. До 15 октября с улицы Семинарской до Бисквитного переулка коммунальщики затеяли ремонт магистральной трубы теплотрассы в преддверии отопительного сезона. Из самых отдаленных районов города одесситы добирались дольше обычного. Изменения схемы движения городского транспорта и большой поток машин превратили несколько районов в одну огромную пробку, которая тянулась с Пересыпского моста. У одесситов есть свое мнение на этот счет. Все, меня отчислят. Каждые пять минут в пробке – это минус один сделанный ноготь на маникюре. Ну, судя по всему. У меня водитель сам вышел и пошел пешком. Сказал так быстрее. Время отремонтировать велосипед. Канатная перекрыта до 15 октября. Так что, стоять будем до октября круглосуточно? 40 лет стоял Моисей в пробке со своим народом. То засыпал, то просыпался. Минимизировать нагрузку на дороге до конца этой недели будет непросто, рассказывают эксперты. Основной удар на себя приняла Пироговская, прилегающая к канатной. Там большинство водителей словно играют в рулетку, пытаясь добраться в точку своего назначения без опозданий. Но такой трафик говорит лишь о том, что всем участникам дорожного движения придется подождать. В центре города сильно уменьшилась средняя скорость движения. Решильевская с утра стояла. В 8 утра у нас был такой антирекорд. Средняя скорость 16 км в час. Такое бывает, но только во время снегопадов, каких-то ливней, катаклизмов. А сегодня отличная погода и такая скорость была. Ну, понятно, почему. Потому что перекрыли тонкую такую артерию, которая соединяет разные районы. Этого можно было бы избежать, если бы очень хорошо и заранее проинформировать одесситов о том, что такое будет, что будут проблемы с движением, чтобы они планировали свои маршруты иначе. Вся надежда на то, что традиционный ремонт не затянется дольше заявленного. А пока одесситам, похоже, нужно запастись терпением, чтобы пережить утренний дискомфорт. Татьяна Барумбей, Алексей Прокопенко, телеканал Репортер.